Приветствую вас на канале, я Евгений Калыгин и сегодня я поговорю о физическом факультете ИГУ. Видео в какой-то мере нацелено на абитуриентов не только на самом деле 20-го года, потому что я считаю, что в УСТа выбирать надо с 9-го класса включительно, то есть направление именно того, что вам нравится делать. То есть это мой основной совет, рекомендация вообще не применима не к физике, а общая. То есть постарайтесь, что касается таких моментов, в том числе материального, трудоустройства, важно, замечательно, необходимо, но в широких пределах вы можете найти то, что вам необходимо в любой области. Но только первый случай вы делаете, просто пришли на работу, отработали смену и ушли в печаль и тоске, но уже потом уйти-то сложно, менять направление в середине трудовой карьеры, мягко говоря, вариантов. Весьма налюбителем. А второе, это вы действительно любите то, чем занимаетесь, ну или хотя бы это вам нравится. То есть я рекомендую именно выбирать, пока есть эта возможность, 9-й класс, 11 в какой-то мере, выбирайте, что нравится. Ну а теперь по физическому факультету, и это именно будет такое мое личное мнение, которое может помочь, чем для выбора вуза абитуриентом. Ну, сайт, конечно, это хорошо, я ссылки дам, то есть по поводу там подачи документов онлайн, то есть это все официальный сайт госуниверситета, там это все сами. В описании я дам еще некоторые ссылки, но я вообще любитель растечься по теме, и поэтому я небольшой план себе сделал. Ну а теперь по вообще такому основному, это дверь. Ну а тут, собственно, качество съемки оставляет желать лучше, там, по-моему, даже свет был выключен, это у нас дверь в актовый зал. То есть красивая, весьма, ну то есть она, конечно, новодел, но там есть и таких старых, то есть историческая ценность у здания тоже есть, а потолки высокие, ну это так, понятное дело, не настолько важные факторы, поэтому переходим уже к теме. Личное мнение и по поводу основного я, наверное, уже сказал, выбирайте, что нравится. Но раз выбрали физику как сдачу, если вы в этом году, то вполне логично, что вам физика и техническое направление нравятся. Теперь следующее, это некоторый такой отказ от ответственности, что как подавать, техническая просьба не спрашивайте, я ссылки вам отправлю, это сайт и с уру, и пожалуйста. Потому что к этому у меня доступа нет, и ничего не могу вам тут сильно помочь. Ну и такой вариант еще, в плане конфликта интересов, чтобы вам тоже не всем не верили сразу и на слово, а я сам окончил физический факультет и там же работаю. Поэтому это тоже должно влиять на то, как вы воспринимаете, что я наговорю. И по этой причине сразу отмечу, что хороший вариант это спрашивать студентов. Многие из них, кстати, реально не против вам что-нибудь рассказать, свое мнение, причем они в личной беседе могут быть в чем-то более откровенно, хотя и восприятие тоже будет более такое личное. Ну то есть кому-то что-то больше нравится, не нравится, ну то есть зато вы получите вот такой полярный вариант мнения. То есть я не любитель, когда говорят, ой, все хорошо, когда-то все замечательно, то есть это похоже на рекламу. Когда там, ой, то плохо, лучше другое, на антирекламу. Ну то есть старые варианты, если, как говорится, положительные отзывы пишем сами, отрицательные напишут конкуренты. Ну конечно в образовательной среде еще такого там пиара я не видел, но не хочется, чтобы он когда-то был. Поэтому сразу вам немножко так порекомендую. Это заходите, да я тоже ссылку оставлю, вот канал, который смотрит, там есть ссылка на дискорд сервер. Он открыт и можете зайти, то есть много здесь студентов есть в сервере. Не буду понятно, кто есть кто, говорит, но можете спросить много кого. Ну и в том числе меня, если что, по ВУЗу хотите спросить, мое мнение тоже можно. Стараюсь отвечать, как и на комментарии. И могут студенты вам рассказать. Ну то есть я просто могу иногда даже подсказать, кто более охотно вам что-нибудь расскажет. Но во всяком случае будет вообще возможность посмотреть, так сказать, отзывы непосредственно тех, кто образовательные эти услуги потребляет. Ну давайте перейдем дальше. По пунктам. И кстати говоря, да, смотри, что называется, что есть на самом деле. Поэтому я вам сразу тоже покажу. Вот канал, на котором вы смотрите видео. Там много записанных дистанционных занятий. И часть проектов студентов, это те, кто, ну не все потому, что хотят на запись оставлять, то есть не все любят на запись делать, но это чисто личный вариант. Вот трансляции, допустим, темная энергия, ядерная астрофизика, то есть это вот все и есть тоже. Это часть дистанционных занятий. Многие в Дискорде, они под запись не прошли, но можете посмотреть. И во вкладке обучения, образования, тут понятно не только по университету, но много чего есть. Вот лучшие работы студентов по инженерной и компьютерной графике. Там студенты тоже что-то рассказывали, то есть не только я наговариваю. А если вот что-то будет такое интересное, спрашивайте, пишите. Дальше. Здесь, да, во вкладке образования, ну теперь точно перехожу обратно и снова дверь поставлю. Все-таки, что, кадр-да-кадр. Не настолько избито, как вот этот вид с квадрокоптера здания. Любят главный корпус показывать, ну а с фисфак-фисфак. Там с фасада и с внутренних частей цвет стен другой даже. Ну ладно, переходим к дистанционному поступлению. Я не беру дистанционное образование, это не про ту тему. Дистанционное поступление, ой, штука такая. Ну, грубо говоря, поступать не видя вообще куда. Очень сложно, на мой взгляд. То есть это вообще такой выбор. Много с области поступает на физический факультет. Ну, то есть приехать все равно с области в город. Все равно же вы сюда ездите, в большинстве случаев. Ну, то есть зашел, посмотрел. Это было бы, конечно, лучше. Но сейчас там нельзя, понятное дело. Вот это, на мой взгляд, очень большой минус. И поэтому надо вот как-то рассказать хотя бы в форматах. Да, слова не тот вариант. Желать что-то показывать, но это показывать. Ракурсы выбирать. Ну, в общем, такой себе вариант. Так, прошел, лично обсудил. Лучше было, конечно, в приемных. Я раньше тоже некоторых, не то что уговаривал, рассказывал. Некоторые даже поступили. Привет, кто поступил. И учится, кстати, вполне успешно. Ну, в общем, если есть, наверное, возможность, если это там будет, можно, какой-то там режим не настолько. Хотя бы прогуляйтесь около корпуса. Ну, просто посмотреть, где. То есть удобство, чтобы ехать, удобное расположение. Тоже очень сильно влияет. Ну, то есть вообще корпус в центре. Удобно. На бульваре Гагарина. Ну, то есть, конечно, лучше бы зайти, но там не пускай. Тут, как я говорю, очень большой, на мой взгляд, минус. Ну, то есть, такой создается стандартный вариант кота в мешке. Но тут ничего я не могу вам посоветовать. Фотографии посмотреть. Причем желательно эти всякие студенческие пробюро и так далее. Они фотографируются более. Ну, и смотрите фон. Ну, то есть не на их улыбающиеся лица, а на фон, наверное. Ну, такое только представление. Дальше по поводу выбора. Ну, то есть, куда идти, чего сделать. Помните, что это выбор ваш. И почему я считаю это важнее, чем, допустим, набор для вуза. Потому что если человека насильно притащить, ну, чего он отчислится. Допустим, не его и все. И ушел с первого курса тоже. Это нехорошо. Человек год потеряет. И мы студента потеряем. Ну, то есть, такое себе дело. И по поводу выбора. Ну, то есть, простой, сложный выбор. И любимые метания людей. Мое, не мое. Они начинаются, кстати, с девятого класса у многих. То есть, не знают даже, куда поступать, что им надо. То есть, что я говорил изначально. То есть, то, что вам нравится, выбирайте. Вот тут самый тяжелый вариант. Люди по-прежнему часто не знают. Поступают из разряда. Ну, не то, что куда взяли. Так, ой, ну ладно, что-то запутался. На сюда. Есть хорошая новость. Ничего большой ошибки не будет. И текущий вариант это бакалавриат, магистратура, потом аспирантура. То есть, у вас две точки перехода. Бакалавриат всего 4 года. Еще я могу понять, кто, допустим, на первом курсе. Ну, что-то не мое. Ну, мало ли всяко бывает. А со второго я бы уже не отчислялся лично. Но у меня было 5 лет, поэтому не беру свои древние истории про мамонтов. Потому что отучиться уже осталось немного, и у вас диплом. Магистратурой можно подкорректировать, если что-то другое захотели заняться. То есть, это не проблема. Вот это вот такой мой момент вам в рекомендации. И по поводу метания, то есть, тут ли я, это характерно, наверное, для человека. Не столько самокопание, по-моему, рефлексия где-то называли. Но варианты, некоторые сомнения, но я назову более таким общим. Критическая оценка ситуации своего места в ней. Это вполне нормально. Главное, чтобы это не перешло в этот саморазогревающийся круг. Мое, не мое, что мое, и все. И человек ничего не знает, что выбрать. То есть, выбор, да, надо выбрать направление, что нравится. Но если вы выбрали уже физику, то есть, этого года поступаете, ну, собственно, вы уже сделали выбор. А если несколько предметов, то это чуть посложнее. То есть, почувствуйте, что вам нравится. А если вы еще учите, то лучший вариант, то есть, самое оно найти. Но, излишне говорю, не углубляйтесь. В случае чего, то есть, направление хорошее, вы докорректируете магистратуру. Ну, успешный в Москву магистратуру в Петербург. То есть, это в том числе вариант по переезду. Некоторым он технически сложен. Ну, то есть, не секрет, что Москва, Петербург дорого и сложно. И не всегда возможно. То есть, в этом, там не возраст, просто условия часто, кстати, материальные. А в магистратуру спокойно можно поступить. Ну, то есть, это не ограничивает вас. Дальше аспирантура то же самое. Ну, то есть, вот это многоступенчатое образование многие ругают. Там есть свои минусы, согласен. Много могу даже про них рассказать. Но выбора у вас нет, все равно бакаларет, магистратура. Ну, то есть, вот этот стандартный сейчас формат, по-моему, балонский называется. Но есть и плюсы. То есть, вы вот между ступеньками можете перейти. Хороший вариант. То есть, плюсами надо пользоваться, как и ЕГЭ. Все ругают, зато сдал, а потом выбирают так спокойно. Вузы уже без нервовотрепки. Ну, то есть, да, выбор важный вуза. Но сильно, как говорится, не мучайте себя. Потом-то корректируйте. Ну, то есть, дело в том, что ваши метания могут быть полувечными. А образование высшее нужно в любом случае. Мой любимый вариант. И, к сожалению, я наблюдал на работах. То есть, я много еще... Ну, то есть, я инженерно-технический системный администратором работал. И тоже еще связан с IT. Грубо говоря, как? Не факт, что диплом вам поможет. Но точно его отсутствие вам навредит. Сам видел, что человеку зарплату не поднимали. Просто мотивация. А у тебя нет диплома о высшем образовании. Все. То есть, он все выполнял нормально. Все правильно. Ну, то есть, какое начальство не захочет сэкономить денежат на зарплате. Это же понятно. Оптимизация. Так что, все равно нужно поступать. Поступайте. Потом он будет еще ленивее. Физфак. Если вам нравится техническое направление физика и город Иркутск, вариант хороший. Не буду там сравнить, чтобы там тоже, как я говорил, мрачный этот пиар. С другими сравнивать вузами. Нет, не буду. Тем более, в других я не учился. А, наверное, полноценно оценить может только студент. Но техническое направление физика, наука. То есть, если город Иркутск, то физфак хороший вариант. Очень хороший. Может, даже один из лучших или даже единственный. Ну, то есть, как государственный университет. А дальше наука, инженерное дело. Сейчас я снова перейду, покажу. Там были эти видео на канале уже факультета. Сейчас покажу. Нет, не то. Это онлайн-консультация. Ну, тоже вот на такие захотите. Там могут быть в формате стрима. Периодически проходят. Ну, то есть, такое официальная позиция. Тоже нет. Тут же все-таки мое личное мнение. Не все. А вот как выглядит. Это вот физфак глазами студентов. Видео уже старое. Проблема. Видео одна. Отключили комментарии. Не знаю, правда, зачем. Потому что у людей все равно возникают вопросы. Вот даже на видео какое-то. Ну, правда, тоже просмотров мало. Ну, то есть, спрашивайте. Тут комментарии открыты, пожалуйста. Спрашивайте. Надеюсь, еще студенты, кто подписан здесь на канал, тоже вам могут ответить, подсказать. Ну, то есть... Я считаю, что нормально, что везде есть какие-то проблемы. Везде чего-то не хватает. Везде что-то приходится корректировать. То есть, если вам говорят, что все замечательно, вам пытаются что-то продать. Если говорят, что что-то плохо, явно тоже какой-то умысел у людей есть. Тут, говорю, что комментариев нет, конечно. И акцент видео будет на науку. Ну, понятно, это совет молодых ученых. Но акцент не всем наука нравится. То есть, не надо воспринимать факультет как чисто наука и все. Инженерное и смежное заходят хорошо, в том числе с программированием. Тут я не буду там с матфаком. То есть, кто с физфаком, многие потом и в программисты. Где-то доделали, где-то что-то доучили. Ну, то есть, это тоже рабочий вариант. Я, так для себя, это называю смежное. Техническое, инженерное направление. И отлично работает. Потому что тоже логика есть, есть высшая математика. То есть, все как-то сходится. Ну, то есть, по поводу некоторых, что не хватает такого практического. Но практическое, считаю, это на производство. То есть, непосредственно, где вы работаете, да. Там 3-6 месяцев вы уже более-менее понимаете. Но тут, да, некоторая общность. Но зато вы получаете больше диапазон для применения своих навыков. Ну, и потом для доделки. Ну, то есть, вообще, настраивайтесь на то, что процесс образования прекращаться не будет. Сейчас и технологии производства, и любая работа подразумевают повышение квалификации постоянно. То есть, самообразование будет нужно постоянно доделывать. Ну, то есть, меняется все очень быстро. Это объективная реальность. Ну, то есть, не думайте, что вот я вуз закончил. Все, как Виктор Андреевич Угоров, хороший был очень преподаватель. Говорил, что когда завершил вуз, ну, тут уже давно было, что брошу, бросила что-то книги. Ну, то есть, не бросила, а в плане, все, наконец-то ничего не надо делать, это учить, читать, и все. Но потом, говорит, дальше пошел. Ну, то есть, сейчас уже альтернатив не будет практически везде. Приходит что-то новое, меняется. Но это, с другой стороны, очень интересно. Шаблонная тоже, скукота еще там. А дальше по студентам, то есть, с кем работать. Тут написано, студент хороший, но они, конечно, все равно будут смотреть некоторые видео. Но это не потому, что... Тут, наверное, седьмым каким-то пунктом я свяжу, ну, действительно, отличаются. Ну, это еще сам был студентом, все такое восприятие, как шамана. Многие воспринимают, говорю, физику очень как сложным предметом, ее осознанно многие не выбирают. И создается только, ух, ты ж физику знают. Ух! Ну, вплоть до того, что это физический факультет, типа физкультурный, да, было такое, это не шутка. Ну, то есть, спрашивали еще. И сейчас студент рассказывает, что периодически их спрашивают, кто не знает. Ну, такая какая-то... Ну, не буду называть прям особенность или особость, но восприятие какое-то меняется. Ну, потому что ключевое отличие вуза от школы и физфака, в частности, что тут уже приходят люди, которым интересно. То есть, уже есть выборка по интересам, а ничто не объединяет людей лучше, чем общие интересы. И поэтому физика, то есть, описание именно материального мира, что нас окружает, это оно того стоит. То есть, действительно, иногда бывает по улице раз, а это, наверное, с физфакой точно свои. Ну, то есть, это не потому, что я в лицо узнал, я, допустим, издалека так не настолько хорошо вижу, ну, то есть, лица. Есть такое, не знаю почему, но это понятное ощущение, не больше. А, да, общежития, вроде никто не жалуется. Я тоже спрашивал и на экзаменах, а на экзаменах, как говорится, ну, после не ответить в личной беседе не могут. Ну, шучу, конечно, но рассказывают, что более-менее. Но тут уже, говорю, лучше студентов спросить может прямо в комментариях. Надеюсь, они ответят. И на том завершили пункт, и я даже не развез видео больше 20 минут. Фотография, конечно, так себе. Ну, то есть, набор каких-то красивых видов, а все подряд снимать, тоже, наверное, получится такое себе. Скажут, что за ужас, еще и без света, ну, то есть, такой себе момент не буду брать. По науке тоже там сотрудничество с институтами, геохимией, лазерной физикой и кучей других. Поэтому, если хотите, наука, инженерная, прикладная, то есть, проходит. И даже программист нормально. Ну, я не беру, что идеально, то есть, допустим, поступил сюда, захотел в программирование, хуже не было. И еще такой вариант, что часто программирование просто программа, а какое-то оборудование. То есть, часто норма. И можете посмотреть видео, комментарии, поспрашивать. Я такой момент, чтобы не сильно вам в рекламу задавать, чтобы была реклама о конфликте интересов, я вам уже сказал. Возможно. Вот такое видео. Удачное вам поступление. Мудрого выбора. Но сильно говорю, не переживайте. Даже если что-то, то есть, не совсем идеально, как я называю, средний, кризис среднего возраста студент, это второй, третий курс, а то далее я попал, а то ли я делаю. Ну, то есть, это вполне естественный поиск себя. Но главное, чтобы он не стал единственным, что вас интересует. То есть, не забывайте о прямой деятельности. То есть, что-то создавать, что-то делать. Да, ну, конечно, нужно в какой-то мере даже задавать вопросом, то далее я иду, что я делаю. То есть, не только при поступлении, но не так, чтобы это мешало вам, в принципе, что-то делать, создавать новое. Благодарю за внимание и до новых встреч на канале. Счастливо. А может быть, даже в стенах физфак. Специальное видео прямой рекламы нет, чтобы вы потом на третьем курсе не искали. Ах, это ж все ты. Ну, или вы, если поступите. Ладно, числя.